Всем привет! С вами агентство хороших новостей и фантастические события в Лас-Вегасе. В Твиттере завирусилось видео того, как король поп-музыки Майкл Джексон подрался с хулиганом на улице города грез. Подробнее об этом инциденте в следующем сюжете. Да, не каждый день увидишь такое даже в Твиттере. Как выяснилось, под маской Майкла Джексона оказался его двойник Сантана Джексон. Тем не менее, видео с дракой принесло фейковому Майклу Славу быстрее, чем его так себе выступление в гриме. На инстаграм Сантаны подписалось сразу плюс 5000 человек, а видео по тасовке набрало более двух миллионов просмотров. Успех подкрался незаметно. Во время моего выступления этот мужчина возник из ниоткуда и начал меня бить, так что мне пришлось уложить его. Но драки это плохо, старайтесь их избегать. С похожими звуками начинались распевки немецкой супермодели Хайди Клум. В результате она выпустила дебютный трек «Чай Ти Вит Хайди» и на бэк-вокале сам рэпер Снув Дог. Пока неизвестно, планирует ли 48-летняя Дива выпустить альбом. Зато на днях она впервые сделала на американском телешоу другое признание. Модель застраховала свои ноги на 2 миллиона долларов, но на разные суммы. Ноги – это вам не голос. Дело в том, что в детстве я упала на стекло, и у меня остался шрам на левой ноге. Страховая компания посчитала это браком и уценила ее на 200 тысяч долларов. В общем, и смех, и грех. Кстати, об этом в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться. Это следует из постановления регионального правительства. Согласно документу, молодоженам и гостям на их свадьбах в ЗАГСе теперь нельзя ни громко разговаривать, ни восклицать, ни смеяться. Так что теперь переходим к серьезным новостям. В небе над США сняли летающую тарелку. И нет, это не НЛО, а тестовый полет нового аэротранспорта, который провел американский стартап ЗЭВА. В чем его фишка? Диск одноместен, летает как в вертикальном, так и горизонтальном положении, весит 317 килограммов. Ну а ощутить себя пилотом летающей тарелки можно будет за 250 тысяч долларов. Видимо, скоро на небо спокойно не взглянешь. Скорость движения нашего аппарата – 257 километров в час. Это сильно выручит службы спасения. Ну что ж, вот таким запомнился этот день. Ну а с вами было агентство хороших новостей. И до встречи неизменно здесь, на телеканале Бридж. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова